доброго времени суток мы вас приветствуем пока еще из пятигорска вот наш сегодняшний последний полноценный день первую часть мы провели ее вместе с вами подошли до парка имени кирова аттракционы то место где есть время с детьми покатались на колесе обозрение немножко наложить штаны вот так же зашли с вами в одну очень интересную кондитерскую с потрясающими пирожными и очень-очень вкусно цене но она считается здесь одна из самых лучших пятигорске вот но сейчас мы вернулись с вами обратно получается больше в зону где санатории есть туристическая такая более туристическая зона да а вот уже понимаю что наверно надо пойти куда-то перекусить снова вот ну просто хочется шелчка что-то такого поэтому будем искать где мы можем съесть шелчок вкусный да ну и также у нас еще все-таки цель дойти обратно до иммануевского парка до радоновых ванн помочить ножки и найти грот лермонтово так что надеюсь что вот в этот вот небольшое видео мы успеем это все заснять и вам показать так что пойдемте погуляем вместе с вернули дольта войны линии до 10 должно быть шашлычное не показывает яндекс посмотрим вот а вот здесь я полицейской милицейская машина здесь музей милиции вон до музей истории милиции прикольно такое вообще в первый раз вижу но да очень даже неплохо а винотека стрижа мент кстати стрижа мент мне что-то говорил про стрижа мент что это хорошая тоже винотека местная даже интересно вот зайти посмотреть пойдем ну видно а это разные вина не только наша вина разных-разных стран и далее испания грузия а ты вот посмотри алазонская долина а вот тоже проскавей а вот проскавейский который так 5 звезд пятилетний это все пятилетние а вот проскавей получается 3 звезды пятигорский ставропольский кисловодск вот а не вижу да у у у у у у у а у у у у у Кызлярские, ну тоже достаточно знаменитые, вот Кызлярские клинки. А Старый Крым, крымские вина, кстати. А я не знаю, Старый Крым. Вот еще вила Крым. Я просто вообще бы особо... А Старый Крым у них был хоть год показан. Вот так надо вылискивать. Вилла Крыма тоже есть вина, я не знаю, что это такое. А это что называется? Вина Тамани. А, тамантики, различные вина. Ну что, идем вот в эту вот шашлычную. На Соборной улице называется она. Шашлычную номер один. Профессор, если бы мне кто-то рассказал, то я бы мне уже... Здесь я это за получить, да? Я бы не знаю, что это за... Да, процент полный начинает. Это идут в европейских газетах. Ну понятно, да? Это одна граница, смотрите. А есть другая граница. На принее, которую я тоже прочитаю. Прочитаю. ну что давай выбирай шашлычок вот такой холодильник с разной мяской шампры конечно очень большие к сожалению их неделя то есть приходится брать сразу целиковый шампур в общем-то привет приходится брать именно тот шампур который у них нанизан и они его не уменьшают то есть вот то что есть то и берите хотя они эти шампуры в принципе нанизывают и они могут чуть поделить чуть-чуть поделить или сделать меньше но они на это не идут принципиально в принципе вот такой маленький минус пола и пиво пиво майкопская нет не майкопская или мак мне майкопской майкопской короче вкусно пиво а еще аджика и ждем наш шучок нам принесли на шашлык аромат ну да сколько там там много и соус еще возьмем аджичка вкусно но у нас находят это радует насчет я считаю что очень даже мы обожжать ушки просто обожжать ушки а пиво у меня было кропоткинская пингвина там выше дальше на прогулку в общем кафе стоит того чтобы туда зайти шашлычный номер один на соборной улице мы были здесь вкусно правда вкус очень вкусный шашлык прям офигенно вкусный пока это самый вкусный шашлык который мы здесь ели на он на первом месте а вот и и стоимость на получается все обошлось в 2100 рублей то есть шашлык вот это огромнейшая порция там лошадины и это 600 грамм 1700 рублей я не знаю мне кажется если сравнивать с московскими ценами то этого внутрь как бы вообще цена ни о чем даже я думаю что этой порции вполне можно наесть четверым но именно до четверым если четыре там девушки до очень даже горит тяжело мне или переваливаюсь а вот поэтому в общем то это стоит того чтобы поесть нам этого хватит на весь оставшийся день и больше сегодня мы есть не будем ну а сегодня вечером спа я совсем забыла нашли вечером спа а вот мы взяли себе еще напоследок небольшую программу называется королевская спа вот немножко релакснуть 6 часов вечера мы идем но сейчас это проект пытаемся дойти прогуляться и прогуляться на верные в каюбочке которые мы на моем завтра сидим вот в этом кафе мы тоже уже сидели на мой день рождения смотрите одно из предыдущих видео тоже кафе и кондитерской там можно поесть мы там были в субботу или кофей да также вот здесь проходили я вам все подробно показывал поэтому сейчас уже дублировать не буду смотрите одно из предыдущих видео но буквально еще чуть-чуть и смотри вот эти вот уже расцветут еще буквально вот совсем совсем чуть-чуть такой шапочка для кучерявый галерея лермонтова есть можно налить водой кивой такой девят стоит я молча а да нет обычного флорка пахнет как-то нет и не будем в общем хотя я видела что все пьют если я правильно понимаю то это вроде не так кажется а вот там вам вывеска есть ну-ка да я угадала гроз дианы это грот связан с памятью великой русской поэта лермонтова плохо читается мама идет играет будешь снимать кота он только непонятно что он там лежит врезок присмотри на меня тихо лёси тихо я кися 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 дювал здесь вот сероводородная видимо вода течет только вот колодца нет ее набрать ну прям такой запасов сероводородный фу и запасов еще хлеще да но что бывает поделаешь на то омолаживается а вот тот самый орел а вот та самая китайская беседка где мы заканчивали одно из своих прошлых видео смотрите предыдущее видео птичка увидели красивая такая птичка все улетела теряла я парк нагорные гора горячая скульптура орел на это мы с вами типа китайская беседка вот гора горячая это вот это вот впереди музей каменных древностей это вот здесь вот он и академическая галерея нам просто да вот до нее утром 500 метров нам у нее надо идти прямо 500 метров пойдем да ну видишь вот он вот по этой тропке если идти то здесь все в сирене просто да 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 кусты сирени вот они они все все и вот здесь кусты сирени вот там уже вот-вот распустится поэтому ну вот практически а нет это что-то сухое в общем я думаю сейчас распустится в том плане что есть когда больше тех когда будет сирень читать будет шикарный аромат ну вот вот они уже вот бутончики ну да ну да и птички пойдут продолжаем свой путь галерея а вот там на верхушке продовую из-за кустов вывернуть и вам показать там мы были в одни в первый свой день вечер и олова арфа если я правильно помню называется а арка 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 это арка а наши телезрители подумают что ты не знаешь вот сирень вот скоро распустишь какой здесь потрясающий будет аромат приставлять вот она вон она видите приближу вот там вот мы были во свой первый вечер в первую прогулку вот и хотели пройти вот здесь хочу посмотри что поток от полезла хоть ладно не полезу а то ты меня потом снимать будешь конечно как я буду на четырех костях сейчас мы хотим вот туда вот дайте сейчас вот там вот вот она ведь такой как гротик небольшой а мы к нему подходим слышу такой гул пчелиные вот осиный прям вообще там их просто такое скопление видимо там внутри может быть их улей и вот снаружи пчело охранники они огромнейшие просто пробегаешь с таким лицом думаешь господи господи люди спокойно там проходят а мы с тобой но может я бы прохли них не бояться ну да вон даже остановились вокруг них летают они спокойно ну но люди по-разному реагируют на это вы я например безумно их боюсь да даже здесь не в этом есть люди которых которых не кусают ну не знаю вот они просто но и они могут они к нему спокойно относятся и их не кусают а есть который вот запах у человека же тоже вырабатывают определенные какие-то феромоны да которые для некоторых пчел это запах человека не раздражающий а для некоторых пчел бывает раздражающий запах короче у нас раздражает видимо какой-то либо очень вкусный запах я врезанка то что нас но могут укусить и если других не укусить нас могут укусить где бы мы не находились наши все пчелы и наши все осы уже на себе это испытали на чем все смеются причем мы можем сидеть в компании пытаться не реагировать компания может быть большая и вот все равно все спокойно над нами у нас в тарелке будет вот обязательно оса пчела это сто процентов поэтому таких вещей боимся красивая такая да скала вообще потрясающе и вообще вот эта вот тропинка такая вот интересно со скалой с одной стороны со кусты вот эти вот птички поют соль какое дерево интересно она засохшая и кажется да да залившим без коры дамы красивая красивый верю ну что мы дошли сюда так вот она даже можно внутрь и внутрь зайти ему тоже как питьевая галерея пойдем посмотрим честно скажу не знаю поэтому не буду говорить заранее чтобы на это же здание вы не подскажете она тоже там по тебе питьевая или какая или просто нет а что но это понятно а здесь что здесь здесь раньше была ресторация по-моему так сколько я помню понятно спасибо а где город это лермонтова а вон там ага все вон увидел его продавал остап бендер билеты а и но все все понятно не на провале я поняла спасибо а там провал а а здесь ресторан кстати сашуль а нам еще нужно в родон на родоновые эти а более стопа выйдем на новое ванна тоже вот такие а вон там мне не мы видели что к я какие-то тоже там ноги мочит вот такие вот цены это ресторан вот здесь вот в галерее называется это дороге выйдете дороги будут сходить и пойдете вниз тоже можно стройка мыши и по дороге видом о если я знала все прийти но мы еще можем сразу зайти и посидеть завтра здесь вот с таким потрясающим видом что то появится же есть вот такой вот аудиогид чтобы послушать про грот лермонтова отсканируйте qr-код и будет вам счастье но в рот лермонтова вон он не час местным местный житель рассказал что как раз вот здесь вот фильме 12 ульев остап бендер продавал билеты вот в тот провал снимали здесь а вот здесь кто-то пытался туда пролезть а но он вот такой вот получается совсем вот чисто посидеть вот так вот в принципе и вот там вот такой вот вид теперь от города нермонтова мы поднимаемся вот сюда вот наверх вот здесь вот скульптура не помню как она называется а мы чатая девушка а вот там как раз от радоновая ванна где сейчас будем мочить ножки это было его буквально пару шагов джеки стоит ну что мы сели в радоновые ванны говорят что очень полезно прям вот очень-очень и мамочка сидит я сижу сейчас немножко посидим выйдем а счет конечно здесь есть радоновая лечебница которая наверху принимает просто можно прийти произойти к врачу и взять радоновую как это говорят с улицы вот здесь женщина сидела рассказал что приезжать только ради радоновых ванн эти вот прием врача плюс 8 радоновых ванн где обошлась в 7 500 рублей да это в общем то очень даже красиво да очень приятно цена и там вообще очень много именно с радоном в этой радоновой лечебнице именно все что связано с радоном там все все процедуры делают так что вот можно но они не давно уже не живут ни в санаториях вот ваш любой снаторий в общем то можно зайти хотя бы сейчас конечно что уже не для снатория со стороны людей не берет переполнен до переполненную вот а так можно приехать за взять любую удобную вам гостиницу и вот походить в радоновую лечебницу чисто на радоновой ванной и все же сразу с радонов о делать массажики там что-то еще наверное здесь ванна в основном ванны ванны и процедуры все что связано с радоном а массаж это можно и в другом месте да в общем сейчас мы будем вылезать вроде даже ноги покрасить покажи мне ножку вытащи и она хоть чуть-чуть покраснела конечно а да 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 вот тебе вот вон вон да видно видно разница красного покрасного красный прикольно ощущение классная вот нам сейчас кто здесь перед нами принимал радоновые вода сказали что у вас будет такое ощущение что вам обувь станет велика мы не поверили ну да ножки покраснели все это как положено вот одеваем она правда обувь как будто она нам велика на размер представляете какой кайф я в восторге я в восторге 15 минут на и еще на свое что в радоновой ванной они не должны быть горячей они должны быть лет примерно температура тела чуть выше 37 38 не более давно не должно быть кипятка вот ну в общем классная вещь я в восторге я хочу сюда приехать да да мы теперь очень хотим приехать приехать не на 10 походить на всякие процедуры уже вот первое поняли что не дать не ехать санаторий можно в общем просто приехать только заранее прийти в определенную санаторий и за определенные процедуры зайти там врачу так что теперь у нас такая вот есть программа фишка была программа минимум теперь у нас есть программа максимум но уже на следующий раз а в кисловодске нам сказали что самые крутые процедуры санаторий луч да что он самый-самый-самый крутой там вообще самый новейший процедур там даже якобы делают какие-то операции тяжелые то есть в восторге там все оборудовано все круто но мы сейчас будем возвращаться в наш отельчик брестоль у нас в 6 вечера начало водных процедур спа вот напоминаю что у нас сегодня королевский ритуал мы продажи снимать не будем мы хотим немножко релакснуть и отдохнуть в том числе от камеры вот просто получить напоследок колоссальное удовольствие а как мы это у нас уже были там процедуры вы можете посмотреть предыдущих видео до видео за 16 апреля ну как они у нас получается тут мой мы в мой день рождения ходили спа и получали тоже удовольствие об этом когда мы все снимали так что посмотрите предыдущие видео там будет про спа который проходит в отеле брестоль ну а сейчас наверное мы с вами попрощаемся скажем вам до свидания до новых встреч пожелаем вам крепчайшего здоровья и хорошего настроения и как вы помните хорошее настроение мы всегда создаем себе сами пока пока